Де-факто на телеканале Беларусь 4 криминальное событие и происшествие этой недели в материалах наших корреспондентов. Растворяли кокаин в вине и везли его в Россию из Доминиканы. Осуждены гомельчане, которые ввязались в игру крупного наркокартеля. ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки Мозыри-Минска пострадали в крупной аварии. День жестянщика. В Жлобине в дорожно-транспортное происшествие попали сразу 11 автомобилей. Почему инвалиды не могут поставить свои авто на специальных парковках? ГАИ выяснила, кто занимает стояночные места для людей с ограниченными возможностями. Неделя была богата на задержание наркоторговцев. Ситуацию изучила Вероника Гамзюкова. Как уберечь нашу молодежь от наркотиков? Что и кто может спасти детей от наркогидры? Поговорим с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних гомельского облсполкома Евгения Миткевича. Начнем, как обычно, с обзора происшествий в Гомельской области за неделю. Вынесен приговор обвиняемым по делу о кокаине в вине. Они растворяли наркотик в бутылках со спиртным и таким образом переправляли его из Доминиканы в Россию. Задержали курьеров на территории Беларуси в пункте таможенного оформления Новая Гута. Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки вина. Экспертиза показала, что в емкостях был растворен кокаин. Он легко выпаривается из жидкости. Суд приговорил мужчин к 16 и 11 годам лишения свободы в особого и строгого режима. Расследование шло больше года. Гомельский областной суд вынес приговор молодой паре, которая убила пенсионера и сожгла его дом, чтобы скрыть следы преступления. 21 год лишения свободы мужчине и 18 женщине. Таков вердикт правосудия. События происходили прошлой осенью и развивались по цепочке. Сначала криминальная парочка совершила разбой в отношении хозяина дома, но когда потерпевший сообщил об этом в милицию, налетчики вернулись и сбили мужчину, потом ударили его ножом, облили тело жертвы горючей жидкостью и подожгли вместе с домом. Преступников задержали. Был проведен ряд экспертиз, которые подтвердили версию об убийстве и поджоге. В Пуховичском районе маршрутка сообщения «Минск-Мозырь» врезалась в бензовоз. В салоне находились 16 пассажиров. ДТП произошло перед пешеходным переходом. Тягач остановился, чтобы пропустить людей. Из-за сильного тумана водитель маршрутки не заметил авто и врезался в цистерну бензовоза. В аварии пострадали 8 человек водителей-пассажиры. Морозная ночь плавно перешла в день жестянщика. В жлобине в ДТП попали сразу 10 легковых автомобилей и один автобус. Пострадавших нет. Причина – неправильно выбранная скорость. Дорога утром подмерзла, а на автомобилях участников массовой аварии не у всех была зимняя резина. В связи с переменой погодных условий ГАИ рекомендует автомобилистам позаботиться о переходе на зимние шины. За порчу шины патрульного авто следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В Гомеле мужчина проколол колесо милицейской машины и теперь ему грозит лишение свободы. Операция «И» попала на запись систем наружного наблюдения. Патрульные милиционеры на несколько минут отошли от своего авто, но недружелюбно настроенному мужчине этого хватило, чтобы успеть проколоть ножом колесо служебной машины. Сотрудники поставили запаску, а утром обратили внимание на то, что порез рукотворного происхождения. Запись камеры видеонаблюдения показала, что после хулиганского поступка подозреваемый зашел в магазин. Там его и обнаружили патрульные на следующее утро. Мужчина свою вину отрицать не стал. В каждом цивилизованном обществе стремятся облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Социально ориентированные государства, в том числе и наша страна, предлагают значительные усилия, чтобы минимизировать все неудобства для граждан, получивших инвалидность. К сожалению, встречаются факты, когда вполне здоровые люди не проявляют должной сознательности и без угрызения совести пользуются тем, что предназначено инвалидом. В этом убедилась наша съемочная группа, когда вместе с ГАИ проверила парковки возле гипермаркетов. Собаки сделали операцию, нужно было купить срочно лекарство. Я забежал в аптеку, купил и буквально одна минута. И так вот получилось. Понимая, что не прав, к сожалению, вот так. Каких только оправданий не услышали госавтоинспекторы во время профилактического мероприятия под названием «Стоп-парковка», направленного на привлечение внимания общественности к актуальной проблеме нецелевого использования парковочных мест для инвалидов. Сотрудники госавтоинспекции столкнулись с тотальными нарушениями со стороны автомобилистов. Инспекторы проверили парковки, расположенные рядом с магазинами, рынками, вокзалами, поликлиниками и другими заведениями с массовым пребыванием людей. При виде экипажа ГАИ или съемочной группы некоторые автолюбители пытались спешно ретироваться, понимая, что за нарушения можно поплатиться рублем. В некоторых случаях за рулем автомобилей, припаркованных на спецместах, действительно находились инвалиды. Но чаще людьми с ограниченными возможностями были пассажиры таких авто. Согласно закону, водители, которые осуществили неправомерную стоянку, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин, что составляет 51 рубль в денежном эквиваленте. В день проведения рейда этой суммы лишились 8 гомельчан. Почти все пошли на нарушение из-за удобного расположения парковочного места. За 8 месяцев в областном центре выявлено 296 преступлений по линии наркоконтроля. Только за эту неделю правоохранители провели несколько громких задержаний. Сначала взяли мужчину, у которого было почти полкилограмма наркотиков, а затем отца и сына, проводивших закладки запрещенными веществами. Что толкает людей на преступления, почему они связываются с наркотиками и как это меняет жизнь, выясняла Вероника Гомзюкова. Один из методов борьбы с наркозависимостью – заместительная терапия метадоном. По всей Беларуси действует 19 кабинетов, которые осуществляют выдачу этого препарата. В Гомеле он начал работу в 2007 году. За это время через него прошли 300 человек. Сегодня посещают 80. По области эти цифры в два раза больше. 630 наркоманов участвовали в терапии за все время, 153 проходят лечение на сегодняшний день. Кроме областного, центр программы действует в Речице, Светлогорске, Жлобине и Мозыре. Вообще заместительная терапия – это доказанный метод профилактики вообще и наркомании, и передачи ВИЧ-инфекции. Она более чем в 190 странах мира используется. В Беларуси первый кабинет был открыт в 2007 году у нас на базе нашего гомельского наркодиспансера. За это время участвовало в программе заместительной терапии более 2000 человек. Методон – это синтетический наркотический препарат длительного действия. Он позволяет устранить проявление острого синдрома отмены или, как говорят, ломки. Прием методона в качестве замещения уличных наркотиков позволяет исключить возможность возникновения осложнений, которые бывают при употреблении нелегальных опиоидных наркотиков. Участники программы заместительной терапии приходят в кабинет ЗМТ ежедневно, чтобы под наблюдением медицинской сестры выпить методон, который выглядит как сироп от кашля. В 14 лет мне дали попробовать наркотики первый раз, и потом я уже втянулась в это, начала употреблять. Очень сильно втянулась, много лечений перепробовала, и потом попала на методоновую программу. 7 лет я уже здесь нахожусь, не жалею, это единственный шанс, если кто-то хочет бросить наркотики. Я потеряла работу, я потеряла нормальное отношение с сыном, с родными. Привело к полнейшему краху. Если бы я не попала на методоновую программу, сама бы я просто не вышла из этого состояния. За 12 лет существования программы заместительной терапии среди ее участников 283 человека избавились от наркотической зависимости. Однако уровень наркоугрозы в областном центре сохраняется. По мнению правоохранителей, это обусловлено значительной численностью населения, уровнем социально-экономического развития региона, а также приближенностью границ нашей области к России. Только в Гомеле за январь-октябрь из незаконного оборота изъято свыше 17 килограммов наркотиков и психотропов. По большей части это марихуана и альфа-ПВП. Всего за 10 месяцев в областном центре выявлено 320 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Началась эта неделя для оперативников с того, что в Мозере задержали 36-летнего мужчину, который хранил крупную партию психотропов для продажи в райцентре и регионе. При обыске дома и машин, принадлежащей как подозреваемому, так и его родственникам, найдены два пистолета, крупная сумма денег в рублях и валюте, пакеты с порошком общей массой больше 450 граммов и электронные весы. На следующий день оперативники задержали еще двух человек, которые вели криминальный бизнес семейным подрядом. Именно на этом месте правоохранители задержали мужчину и его 16-летнего сына, когда те делали закладку наркотиков. Подозреваемые прибыли в Гомеле и Светлогорска с целью сбыта запрещенных веществ. Однако довести дело до конца им было не суждено. Отец с сыном работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже альфа-ПВП. В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 30 свертков с веществом общим весом более 15 граммов. Согласно заключениям эксперта, порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях альфа-ПВП и параметилэфедрон. Также изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. На этой же неделе завершено и другое дело, в результате которого пятеро человек получили статус обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. В мае этого года мужчина попросил знакомого привезти в Гомель супругу с дачи, а также находившегося в том же доселенном пункте своего 30-летнего земляка. При этом жена по его просьбе везла с собой не менее 10 спрятанных на даче таблеток особо опасного психотропного вещества МДМА, а земляк, спрятанную на территории дачи марихуану в объеме 130 граммов. Осуществить задуманное обвиняемым помешали сотрудники милиции, которые их задержали. Теперь все участники дела ожидают суда. Так что же заставляет людей ввязываться в игру с наркотиками? Своим опытом с нами поделился наркозависимый житель области. С 1993 года по сегодняшний день употребляю их. Мне приходится что-то искать, выкручивать, у кого-то обманывать, у кого-то воровать, у кого-то красть, у кого-то долить. Очень много молодежи затягивается в эти программы, где купить альфа-ПВП, шишки, опяты. Ничего хорошего это не приводит. Это приводит только к тюрьме. Вот я освобождаюсь. Вот раз попробовал, все опять в тюрьме. Освобождаюсь, все нормально. Два-три дня, вот только попробовал, все укололся, и опять тюрьма. Ребята, просто опомнитесь. Ну, все это, это, это манительно, все. Сами просто себя теряете. Вы в такой, вы будете в такой западне, чтобы просто кровать. К слову, на этой же неделе в военной части 55-25 чествовали жительницу Речицы, которая помогла обнаружить несколько закладчиков. Она заметила подозрительного молодого человека, который сначала что-то прятал в земле, а потом сфотографировал это место. После того, как он ушел, женщина осмотрела участок и обнаружила подозрительный сверток. Там был сверток запаянный изолентой. Посмотрела, увидела, вызвала 102. Все, приехали, я писала. Ну, и все. Троих распространителей наркотиков сотрудники милиции задержали сразу еще двоих во время оперативных мероприятий. Сейчас материалы направлены в суд Речицкого района. Практически каждый день в криминальной сводке Гомельской области проходит информация о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и периодически в ней фигурируют несовершеннолетние. Они наиболее уязвимая категория населения и их несформировавшимися взглядами часто пользуются наркоторговцы. О том, что может помочь молодежи и как ведется борьба за судьбы детей, поговорим с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского обл. исполкома Евгения Миткевича. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Насколько актуальна сегодня проблема вовлечения молодежи в Гомельской области незаконный оборот наркотиков? Ну, ваши слова говорят о том, что если в сводках встречаются несовершеннолетние, значит проблема существует. Поэтому об этом может говорить и статистические данные, об этом и говорят сводки, которые приходят из правоохранительных органов. По сравнению с предыдущими годами у нас количество несовершеннолетних, которые привлекались в сфере незаконного оборота наркотиков, она значительно меньше. Но если говорить по сравнению к прошлому году, то цифры немножко выросли. Но тот случай, когда подросток задерживается по статье 328, неважно какой части, это уже сигнал о том, что не все благополучно. Поэтому проблема есть, вопросы есть, мы их стараемся решать. За счет чего произошло это сокращение количества этих преступлений, в которых вовлечены молодые люди? Ну, вы знаете, несколько лет назад были приняты и конкретные шаги, и принятие на законодательном уровне документа декрета президента. Оно позволило немножко снизить накал страстей, которые происходили. Это употребление спайсов, это, соответственно, трагические события, которые происходили как с молодыми людьми, так и несовершеннолетними. Ну и работа всех субъектов профилактики. Ну и, конечно, ужесточение ответственности всех людей, которые стали на путь употребления, хранения или сбыта наркотических средств. То есть на сегодняшний день можно говорить об эффективности тех методов, которые применяют службы профилактики в работе? Ну, вы знаете, совещание, которое прошло на достаточно высоком уровне, и там были озвучены многие аспекты, в том числе и сделаны выводы, говорят о том, что удалось решить ряд проблем, которые связаны с данным вопросом. В Гомельской области молодые люди больше вовлечены в незаконный оборот, либо являются потребителями наркотиков? Вы знаете, что статистика говорит о том, что большая часть несовершеннолетних, которые привлекались по статье 328 именно за сбыт наркотических средств. Поэтому здесь необходимо говорить, что движет этими молодыми людьми, наверное, быстро заработать деньги. Способ быстро заработать и обогатиться? Обогатиться. На практике в действительности удается ли большинству реализовать свои планы? Ну, вы знаете, что бывают такие случаи, моменты, когда они успели совершить преступление, но не успели получить доход, деньги. И поэтому получается так, что они не получили желаемого, те деньги, на которые рассчитывали. Как вы считаете, такая тенденция из-за того, что сейчас обширно развиваются интернет-технологии, и просто подросткам доступна эта информация в социальных сетях? Вы знаете, в первую очередь это интернет-магазины, но в последнее время по информации, которую дает нам наркоконтроль, это и распространение уже из рук в руки. Вот тоже возникают моменты, это связано с тем, что появляется больше не только синтетических наркотиков, но и растительного происхождения. О том, как уберечь нашу молодежь от наркотиков, мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Куча вариантов. Родители, милиция, школа, все очевидно. А какой самый эффективный? Спорт. А самый эффективный? Спорт. Все, больше ничего. Если запишется в кружок спортивный, ничего, ему ни наркотики не хрозят, ни бандиты на улице. Как мои внуки два занимаются, никаких этих всяких побочных. Сказал, меньшему не хочешь ходить на лодочную станцию, значит, пойдешь на балет. Наверное, все в голове у самого человека. Уберечь нет. Запретный плод, он всегда сладок. Тут надо идти, наверное, какими-то другими путями. Ну, я думаю, надо, во-первых, вычислять те, кто распространяет их, и проводить с ними, если это несовершеннолетние, проводить с ними беседу. Дети, как уберечь нашу молодежь от наркотиков? Что мы должны делать? Не курить. Так, вести здоровый. Общи жизни. Заниматься. Все спортом. Так, еще что? И есть овощи. Так, еще. Фрукты. Фрукты, правильно. Так, не поддаваться дурному влиянию. Правильно? И, к примеру, других взрослых или таких же постарше детей, как вы. Согласны? Да. Так, то есть думать своей головой. Ну, вот видно, что педагоги, как ни кто другой, подкованы в этом вопросе. Какое ваше мнение, как уберечь нашу молодежь от наркотиков? Вы знаете, что педагоги подкованы, но, наверное, не подкованы родители. Почему? Потому что хотелось бы, чтобы мы работали параллельно с родителями. К сожалению, те последние события, которые происходят, и освещение данной темы в средствах массовой информации, когда отец вместе с своим несовершеннолетним сыном занимались сбытом наркотических средств. И мы говорим о том, что все субъекты профилактики как бы работали с этим подростком. Сдаем вопрос, работали как с родителями. И получается так, что доводы родителя, отца, они перевысили те доводы, которые субъекты профилактики старались донести до подростка. А что он сам поясняет в этом случае? Ну, идет следствие, что он поясняет. Почему он решил прослушаться отца и идти на такую... Понимаете, следствие должно расставить акценты, нет допуска к этому ребенку, потому что он находится под следствием. Поэтому, может быть, спустя какое-то время мы узнаем или в ходе судебного разбирательства он даст ответ на тот вопрос, который вы мне сейчас задаете. Но, к сожалению, это очень печально, что родители вот именно такой пример, но настолько опасный для своих детей, преподают. Ну, я могу привести и другие примеры. Когда закончились уже уголовные дела, некоторые родители были не то что свидетелями, а не знали, чем занимается их ребенок. Но они побоялись сообщать правоохранительные органы, а просто заставили ребенка убрать это из дома, убрать это с видного места. И затем все это закончилось очень печально. Скажите, вот кто сегодня должен обращать внимание на признаки поведения подростков? Я имею в виду те состояния, в которые ребенок впадает, если вдруг употребил наркотическое средство. Мы не раз говорили о том, что эта задача поставлена как перед родителями. Как не родители должны видеть, в каком состоянии приходит ребенок, в каком состоянии он поднимается с утра, как он собирается в школу. Ну и, конечно, те люди, которые работают с этим ребенком. Это педагоги, это классный руководитель, это предметники. Поэтому сейчас принято решение еще раз заострить данный вопрос для того, чтобы обучить вот всех тех людей, которые работают с несовершеннолетними, чтобы они определяли признаки нахождения подростка в состоянии наркотического опьянения. Поэтому будут проведены семинары, будут памятки. И я думаю, что нам будет легче выявлять тех подростков, которые находятся в состоянии наркотического опьянения. Какие типы наркотических средств сегодня распространяют подростки? И чем вообще это опасно для тех, кто собирается покупать эти закладки и прочее? Раньше это были спайсы, сейчас синтетические наркотики, альфа-ПВП. И, соответственно, я уже говорил, растительные, это марихуана. У нас на территории Гомельской области также выявляются взрослые, которые занимаются тем, что хранят у себя коноплю и затем производят из них наркотическое вещество. Мне почему-то кажется, что многие из тех, кто особенно подростки, когда собираются распространять наркотики, даже ту же марихуану, не понимают, что даже за один грамм вещества уже может быть возбуждено уголовное дело. А не может быть, а скорее всего и будет возбуждено. Вы знаете, хочу с вами согласиться, потому что они это начинают понимать, когда уже оказывается по ту сторону, когда они арестованы, на них надели наручники, с ними уже провели определенную беседу, объяснили, что 8-10 лет, и он начинает тогда понимать и начинает говорить о том, что с ними недостаточно проводили работу, беседу. Понимаете, надо проводить с ними, оказывается, не еженедельно беседы какие-то профилактические, а надо ежедневные и доступным языком. Поэтому здесь, наверное, не только роль педагогического состава, здесь, наверное, роль представителей правоохранительных органов. Те люди, которые, например, могут доступно объяснить, что будет. Кроме вреда здоровью, ведь для подростка часто наступают еще и социальные последствия, да, меняется окружение, меняется отношение к такому человеку. Что вообще, к чему должен быть готов ребенок, когда он собирается хранить и употреблять наркотики? Ну, ребенок должен быть готов к тому, что на продолжительное время, 8-10 лет, он отправится в места лишения свободы. Это, соответственно, за сбыт. Ну, за хранение наркотиков. Здесь предусматривается условная мера наказания. Ребенок остается на свободе, под пристальным вниманием. И самое главное, чтобы он не нарушал порядок, режим, который и установлен ему. Чтобы он не совершал в дальнейшем никаких правонарушений преступлений. Потому что эта мера будет, может быть, изменена. Поэтому ограничения в его поседневной жизни. Это определенное время, когда он должен находиться дома. Это отмечаться, соответственно, в отделе внутренних дел. И будут соответствующие какие-то ограничения его передвижения. В рамках нашей темы, какие советы вы можете дать подрастающему поколению? Ну, вы знаете, скорее всего, не подрастающему поколению, а, скорее всего, родителям. Надо беречь детей. Надо проявлять заботу, внимание. Поверьте мне, там, где нет внимания, понимания со стороны родителей, когда у него что-то не получается и в школе, вы знаете, это тот подросток, который рано или поздно совершит правонарушение. Поэтому семья и школа, вот это основные слагаемые, которые должны предупредить то, что подростками будут совершаться преступления. Поэтому, хочу сказать, необходимо наших детей беречь, заботиться, быть внимательны, ну и, соответственно, проявлять заботу о будущем нашем поколении. Спасибо большое за конструктивный разговор. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы очевидцев со всего мира. Видео из Чикаго. Пьяный водитель жмется к разделительному ограждению. Все происходит на скоростной трассе. Автомобиль занимает крайнюю левую полосу, на которой нет ограничений в скорости. Но его владелец никуда не спешит. Он заснул за рулем. Его авто стало наезжать на бетонный отбойник и медленно остановилось. Проснулся безмятежный водитель только в полицейском участке. В Аризоне произошел редкий случай. ДТП спасло жизнь женщине с двумя детьми. Они шли по пешеходному переходу. Старший ребенок был рядом, младший находился в коляске. Когда на красный сигнал светофора неожиданно выскочил внедорожник. От наезда людей спасла машина, которая случайно протаранила автомобиль нарушителя. Тот впоследствии сбежал вместе с пассажиркой. В салоне авто полиция нашла оружие. Владелец был задержан позже. В Гомеле автомобилист успел затормозить перед ребенком, который внезапно выбежал на проезжую часть. Это случилось во дворе молодежного жилищного кооператива «Солнечный». Водитель двигался медленно и только это позволило предотвратить наезд на трехлетнего мальчика. Он неожиданно выскочил на дорогу из-за припаркованного авто. В Бразилии мужчина едва не стал жертвой подземного взрыва, пытаясь избавиться от крота. Нору он наполнил газом, а потом бросил в нее горящую спичку. Первые две попытки не удались, но с третьей рвануло так, что в воздух взлетели несколько квадратных метров почвы. Неизвестно, убило ли взрывом крота, но газон теперь логичнее приспособить под огород. Ударной волной землю вскопало не хуже, чем бы это сделал человек с лопатой. Метро Лос-Анджелеса. По экскалатору с душераздирающим шумом кубарем скатывается вниз тележка для транспортировки мусора. Две девушки чудом успели запрыгнуть на разделительный парапет. Никто не пострадал, но возмущению пассажиров не было предела. В Техасе, в городе Форт-Уэрт, после удара молнии по территории автозаправки в бетоне образовался кратер диаметром более полуметра. Разряд пробил в дорожном покрытии брешь и стал причиной выезда на место ЧП экстренных служб. Никто не пострадал, спасатели оцепили место происшествия. В Южной Африке сторожевые собаки атаковали грабителя, который совершил кражу со взломом. Сотрудники магазина вызвали полицию, а налетчик стал убегать по крыше. Он понимал, что счет идет на секунды и в надежде убежать решил спрыгнуть с кровли прямо к собакам. Но те не дали грабителю уйти, то и дело атакуя нарушителя, совершая укусы. Полиция арестовала мужчину тепленьким. В больнице ему оказали помощь, а на этой неделе вор предстанет перед судом. Злостную нарушительницу поймали американские полицейские в Каролине. Они арестовали 47-летнюю женщину, которая не подчинилась требованию об остановке и попыталась уйти от преследования полисменов. Нарушительнице невероятно везло. Несколько раз женщина едва не попала в крупное ДТП, а оказавшись в окружении патрульных машин, смогла пробить оцепление и понеслась по встречке. Правда, ее все равно позднее остановили и задержали полицейские. А этот автолюбитель, уходя от преследования, врезался в опору в высоковольтной линии электропередачи. Да так, что обрушил столб и вызвал отключение электричества в целом округе США. При падении столба произошло несколько вспышек с искрами, но водитель пострадал только от травм, полученных при столкновении. И напоследок новое слово в организации дорожного движения. В Африке маляры вошли в историю Ютуба вот с такой надписью на дороге. Одна маленькая ошибка порадовала большое количество людей. СОДП – это теперь новое требование дорожной разметки. Вот что бывает, если буквы поменять местами. Как исправили ошибку дорожники – неизвестно. Но, как говорится, что написано пером – не вырубишь топором. На сегодня все. Увидимся в это же время через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok